У меня в жизни не было серых дней. Это слова Галины Поликарповой. Она никогда не теряла оптимизм. Хотя судьба не всегда была к ней благосклонна. Рано потеряла мужа, осталась с двумя детьми. Трудности только закаляли. Одни испытания. Мы познакомились с Галиной Алексеевной на съемочной площадке в 2007 году. Она активно снималась, приглашала гостей, вела сразу несколько серьезных проектов на телеканале ОТВ. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире телевизионная гостина. И я ее ведущая. Королеву возьми. Для меня она всегда была королева экрана. Спокойная, уверенная, знающая свое дело. С ней было приятно работать. Молодежь училась у Галины Алексеевны, а она с удовольствием делилась своим опытом. Я из тех людей, кто любит, чтобы его и подхлестнули, и подбодрили, и поругали. Но все-таки, чтобы было интересно. А когда вот это ничего никак не замечается, интерес пропадает. А интерес к работе у нее был всегда без малого 40 лет в телеэфире. Сначала в Оренбурге, потом в Одинцово. И везде Галина блистала. Ее герои – известные люди. А она – прима. 85? О, ерунда. Ей целовали ручки, дарили цветы. Почти все ее герои становились друзьями. Со многими из них она поддерживает связь и сегодня. Я очень люблю Галину Алексеевну. Я люблю ее давно. Я люблю ее с тех пор, как сама попала в славный город Оренбург. 40 лет в телеэфире Галина Поликарпова полжизни отдала любимому делу. За эти годы вышли сотни сюжетов и авторских телепрограмм. Смысл жизни – быть человеком. И все. Нормальным. Настоящим. Свой юбилей Галина Алексеевна встречает в кругу семьи. Хотя были планы устроить пышное торжество. Пандемия не позволила. Но наша Галя не расстраивается, а мечтает о том, как соберет своих друзей за большим столом. И вместе они споют любимую песню. Мария Шматкова, Мария Подъепольская, Валерий Пижанский, Станислав Трифонов, телекомпания, Одинцова.